Время от заражения до появления первых симптомов длится от одной до двух недель. Болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды. Высокая температура, до 40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. Позже появляется воспаление слизистой оболочки глаза. Примерно через 2-4 дня после первых симптомов болезни на слизистой оболочке щек напротив коренных зубов возникают мелкие беловатые высыпания, говорят врачи. Корь действительно растет заболеваемость. У нас в России нельзя сказать, чтобы прям очень сильно выросло, примерно на тех же цифрах. В Европе, в Украине, там, конечно, вспышки. В России есть завозные случаи. Дети болеют мало корью. Чаще болеют теперь взрослые, у которых не выясненный прививочный анамнез. То есть мы не знаем, привиты они или нет. И взрослые также болеют достаточно тяжело, потому что детский организм все равно легче переносит данную инфекцию. Вот почему так важно соблюдать сроки вакцинации против кори. Она положена в один год, ревакцинация в 6 лет. Взрослым до 35 лет, включительно не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведения о прививках против кори. В возрасте от 36 до 55 лет прививают против кори специалистов, относящихся к группам риска. Медиков и работников образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, работающих вахтовым методом, сотрудников государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу. Если они не болели кори, не привиты, привиты однократно или не имеют сведений о прививках против кори. Очень часто отказываются от прививок, это самая главная проблема у всех инфекций. Почему? Потому что родители поголовно отказываются от кори, от коклюша, от всего, потому что говорят, что это все плохо. Пропаганда идет антипрививочной кампании достаточно широкая, потом начинают болеть дети.